Каким надо быть идиотом, чтобы начать войну, когда у тебя в армии полный раздрай? Потому что я не знаю, все мои знакомые, кто были в армии, все говорят, что две трети танков не заводятся. Расскажите о себе. Я Игорь, я из города Зеленограда. Учусь на антрополога здесь, в Канаде. До этого занимался маркетингом, социологией, дата-анализом. Был в такой московской тусовке социологов, маркетологов и айтишников. То есть это вот то, из какой среды я в основном вырос. И примерно 6 лет назад приехал сюда, в Канаду. Вы проявляли активную гражданскую позицию, живя в России. Я был скорее аполитичным в основном. После того, как я начал работать в маркетинговых исследованиях и в социологии, все сложнее и сложнее было быть аполитичным, потому что ты видишь данные о том, как все, мягко говоря, печально. В разных областях страны для меня лично, наверное, самым таким политически триггерящим моментом был закон Димы Яковлева, когда приняли. Потому что я, хоть и был, и являюсь неверующим, но в довольно христианской традиции рос. И дети, и жестокость по отношению к детям – это что-то за гранью добра и зла. И неважно, политика или не политика, как можно, видя, что происходит у нас в России с сиротами, прерывать их жизни в значительной степени. То есть для меня это было что-то за гранью человеческого. Я, как бы, человеческого после этого начал чуть более политизироваться. Вторым триггером для меня было взятие Крыма. Мы проводили исследования, мы тогда проводили много разных исследований, и исследования все равно были коммерческие, но мы вставляли туда всякие вопросы социальные и политические, просто для себя, чтобы понять, что в стране происходит. Плюс у нас были данные официома и так далее, в том числе закрытые, которые они за деньги продавали. И меня очень сильно поразило, когда в какой-то момент я увидел, что, типа, точные цифры не помню, но, грубо говоря, там 85% людей по опросам поддерживают присоединение Крыма, и 85% людей по опросам говорят, что нет, они не готовы к экономическим и политическим последствиям взятия Крыма. И я такой, как бы, вы либо крестик снимите, либо трусы наденитесь, как говорится. То есть как такие вещи можно считать? Очевидно, что будут последствия, очевидно, что это как бы что-то очень сильно неправомочное и все остальное, но вы как бы рады, но не готовы думать о том, что последует. А последовало очень скоро и очень много чего. Вот примерно в тот момент я начал задумываться о том, что, ну, как бы, все совсем-совсем, траектория, как бы, падения совсем, как бы, безрадостные оставались. Я не видел себя как человека, который, там, политически активный и так далее. Я скорее такой нерд-ботаник, то есть люблю данные, люблю наук, люблю понимать, а не, как бы, делать что-то с этим. Поэтому не видел себя как, что я могу что-то полезное принести, чтобы это изменить. Поэтому более такой в эгоистичном смысле, что, ну, надо валить от этого, что я могу с этим делать, надо просто из этого выключаться. И вот начал что-то делать, и вот в 16-м году переехал в Канаду первый раз. Какие социологические данные за время работы вас удивили? Везде все говорят, что все за Путина, за единую Россию, но я ни одного человека не знаю. А по данным ты видишь, что действительно поддержка есть, но в твоем окружении нету нигде этого. Это очень сильная тоже такая несостыковка. Она, в том числе, как бы, критически говорит об устройстве общества, а не равенстве в обществе, что, как бы, мы тут в Москве все такие сидим умные, продвинутые, образованные, и, конечно, понимаем, как все плохо, а там людям есть нечего, у них только телевизор, а с телевизор транслирует совершенно другое. Это вот одна из таких, на личном уровне, несостыковка у нас тоже очень популярная в социологической, я думаю, не только в среде была шутка, а был ли ты когда-нибудь в России? Знаешь, можно поехать там на станцию, взять билет и поехать в Россию, вот, потому что, как бы, Москва сильно не Россия, вот, хотя здесь тоже смешно, что, ну, как бы, у нас в офисе почти никто, собственно, не был родом из Москвы, то есть тоже такая динамика, но, как бы, классовая динамика очень сильно в этом всем видна была. Меня очень сильно тоже расстраивали, когда санкции вводились, тоже по всем опросам, которые мы проводили, и, ну, было абсолютно очевидно, что люди думают, что это Запад против нас вводит санкции, что вот эти все там сыры, не сыры, я уж не помню, что именно там было, в популярном воображении это все, это что, типа, они с нами не хотят, ну, и пропаганда то же самое транслировала. Хотя, чуть-чуть разобравшись, это, как бы, наши ввели санкции, что мы отказываем в вводе. Ну, и потом тоже, видя данные по, там, нищете, голоду и всему такому, а по телевизору, видя, как на тракторах, там, давят импортированную еду. Каким было для вас начало войны? Для меня это очень личный момент был, потому что, на самом деле, именно в момент начала войны я, вообще-то, был вообще в Шри-Ланке. Я ждал, пока Япония откроет границы, совершенно не рассчитывал, что какая-нибудь война начнется или что-то такое. Поехал в Шри-Ланку туристом, и там тусил с украинской парой. Там все нас воспринимали вместе, где мы жили, что вот мы там вместе постоянно завтракали с ними, и нас все называли «русский столик». Вот, так что мы с ними разговаривали по-русски, хотя вот там двое украинцев и один русский. Вот, и то, как бы, я русский настолько, постольку поскольку. Потом, когда война началась, тоже, я помню, такое эмоциональное, тяжелое было, когда кто-то тоже мимо проходит. «А, this is Russian table, это русский столик». И ты такой сидишь. Вообще-то, как бы, у нас вот война сейчас началась, а вы нас называете русским. Ну, то есть, непонимание, неинтерес к... Ну, то есть, контексту этого было очень тяжело, было очень такое психоделическое, пока практически психоделическое такое, как страх и ненависть в Лас-Вегасе, фильме по атмосфере, потому что... Ну, мы вообще туда поехали, и они, я на серфе учатся кататься. Естественно, в день, когда война началась, все, какой дальше серф, ну, то есть, о чем вообще речь. Мы дум-скроллили вообще, что происходит, потому что в тот день ты просто смотришь, как там Путин заявляет о том, что там боевую готовность ядерные эти все привезти и так далее. Вот, ребята думают, куда им сейчас подаваться на беженство, потому что они просто поехали в отпуск. У них вот чемодан как для отпуска, и все, и больше ничего. То есть, даже, как бы, домой заехать особо варианта нету. У меня, как бы, домой заехать вариант есть, но, как бы, стоит, не стоит заезжать домой. Я оставил все канадские документы в Москве, потому что, как-то, я не рассчитывал, что пока я вот тут отъеду, что какие-то такие вещи могут произойти. Вот. И вот психоделищность момента была в том, что вот мы такие ходим там а-ля по пляжу, вокруг все там пьяные пати, вечеринки, там укуренные, все веселые, ну, и так далее. Там шерлангийцы и в основном европейцы. Вот. И вот мы такие тут ходим, как бы, и как бы считаем дни до конца света практически. Через неделю после этого Япония, наконец, открыла границы. Вот. Ждали, видимо, чтобы что-нибудь такое произошло. Поэтому я поехал в Россию. В тот же день пошел в посольство в Японию подать документы на визу. В день, когда мне выдали визу, я уже, как бы, сел на самолет и улетел в Японию. В Японии тоже я попал в среду людей, которые, ну, по сути, бежали, можно сказать, от войны. В том плане, что вот я в языковую школу туда пошел, у меня виза была, средство студенческое. Вот. И в языковой школе, я знаю, как раньше там было, что примерно там из 400 студентов, там, не знаю, там 40 русскоязычных. Вот. То сейчас это было, из-за ковида количество студентов сильно упало, всего где-то 130 студентов, но из них 70 русскоязычных. Вот. И, как бы, понятно, что в общих масштабах это все равно маленькие цифры, но вот в пропорции такая, прям, почти такая русскоязычная школа была. Когда в Японию приехал, я первым, что делал, искал, окей, когда следующий митинг, ну, потому что, ну, просто не можешь. Ну, то есть это, не, ты не думаешь про рациональность, там, поможет, не поможет, просто у тебя, как бы, дужа разрывается, нужно, как бы, пойти и, ну, что-то сделать, что-то сказать, вот. Вот. Поэтому пошел туда тоже, за мной потом закрепилось и здесь, и в Японии. Я не нашел ничего лучше, как взять белую футболку и фломастером написать. Я, там, у меня был слоган «Путин stole my Russia», это вот примерно то, как я чувствовал, что, ну, вот, как бы, Путин украл мою Россию. Сталкивались ли вы с негативным отношением со стороны иностранцев? Именно как к русскому, нет. Единственное, только, да, сталкивался от украинцев, но я их в этом не виню, это очень легко понять. Почему началась война? Мне нравятся два, две модели объяснения этого. Первое, мне нравится метафора, которую Шульман несколько раз использовал, про то, что вот старики у власти очень боятся молодежи, которые хотят другое видение страны, и они сделали все, чтобы вот уронить на всех вот бетонную плиту, чтобы там в ближайшие лет 50 не удалось, как бы, России, ну, то есть, что вынуждены идти по тому пути, по той тяжести, по всем тем ужасам, которые на них вот старики спихнули. Вот эта модель мне нравится, вторая модель более на личном уровне, это как-то сказка про голову короля, по-моему, по-русски называется эта история. Я не знаю, то есть, каким надо быть идиотом, чтобы начать войну, когда у тебя в армии, ну, опять, не считаю о моральности войны, просто даже технические. Каким надо быть идиотом, чтобы начать войну, когда у тебя в армии полный раздрай, потому что я не знаю, все мои знакомые, кто были в армии, все говорят, что две трети танков не заводятся. И такое ощущение, что все в стране это знали, кроме Путина. Мне кажется, эта сказка про голову короля это хорошо объясняет, что он настолько выстроил вокруг себя систему лояльности, а не компетентности, что он получает информацию только ту, которая ему понравится, а не та, которая в действительности отражается. Потому что то же самое, что куча денег было потрачено. Я действительно верю, что он считал, что сейчас в Киеве их радостно примут. Потому что куча, миллиарды были потрачены на пропаганду, но вместо того, чтобы что-то делать, они, естественно, все были спижены, как обычно это происходит. Но он об этом не знал. Опять-таки, я никакую моральную ответственность с ней не снимаю, но я верю, что у него абсолютно нет понимания реальности о происходящем. Поменялась ли социальная политика в России после 2014 года? Ну, после 2014 года начали закручивать гайки. И, опять-таки, я сам, потому что в оппозиционной тусовке активно не участвовал, но мои друзья участвовали. Очень сильно удалось Крымом разрушить оппозиционную среду, потому что, ну, вот Крым стал для очень многих камнем преткновения, потому что очень многие даже оппозиционеры были рады Крыму. А для другой половины, ну, это что-то совершенно за гранью добра и зла и неприемлемое. И поэтому вот этим действиям удалось, на мой взгляд, сильно расколоть оппозиционную среду и ослабить. У меня много знакомых, кто вот как раз после Крыма начали валить. Есть ли какая-то схожесть путинского режима и режимов других стран? До начала войны можно было говорить, что, не знаю, там, Путин пытается косплеить Китай, пытается делать все те же там ужесточения и так далее, но из-за того, насколько все проворовано и все это, и гораздо больше территорий, гораздо сложнее контролировать и так далее, ничего не работает. Вот, а сейчас пытаются явно косплеить Германию, ну, чисто на таком почти таком философско-эстетическом уровне, но то, что начали... Ну, то есть они даже используют кучу фашистских символов там из визуального, что Z как пишется, как там, я не знаю, как шамана, там столько визуальных образов, которые прямо отсылают к Третьему рейху. Пугает, что, ну, вот, когда началась вот эта фаза новой войны, что, по-моему, по Киеву как раз в 4 утра начали войну, и было большой темой обсуждение, что это, как бы, нацистская Германия, когда напал на СССР, тоже по Киеву в это же время ударили, и вряд ли это совпадение. Мне кажется, там очень много такого околоязыческого, околошаманистского мышления вокруг Путина, и вот для них вот символизм вот этих всех вещей, он играет значение, и мне кажется, они используют какой-то символизм Третьего рейха и вот фашистской Германии. Это ужасно, это пугает, и это непонятно почему, потому что зачем использовать символизм... Даже если вот ты вот такой злодей, зачем использовать символизм тех, кто проиграл, во-первых? Ну, то есть ты же видишь, к чему это приводит. Главное отличие то, что у России... Ну, то есть в Германии были материальные, исторические предпосылки для построения идеологии нацизма, в России нету таких предпосылок. С телевизора все это транслируется, все, ну, и там, и гебельские пропаганды, методы используются, куча всего этого есть, но я не считаю, что в среднем, в целом, в российском народе есть то, куда это сажать, потому что люди просто выживать хотят, а не какую-то там... Ну, то есть, действительно, когда тебе жрать нечего, ну, хоть порадуешься, что у тебя страна великая, такое, конечно, работает, но в целом это не та ситуация, когда все вот хотят войну и весь мир переделать и так далее. Плюс тоже Шульман про это много говорит, я с ней в этом месте согласен. И фашистские режимы, и почти все революционные режимы, они опираются на большую долю молодых в населении. Россия — это стареющее население. И как бы у нас же все, поддерживающие войну, это не молодежь, это старики. Молодежь не поддерживает войну. В фашистском режиме все было наоборот, молодежь хотела изменений, и поэтому это ложилось, поэтому они шли воевать. А у нас как бы старики за телевизором там кричат, что «Ай да, все воевать», а в итоге молодежь посылают убивать. Я не считаю, что много энтузиазма есть у молодежи, даже у тех, кто идет воевать, что большинство идут от безысходности, а не потому, что они во что-то это все верят. Как японцы воспринимают эту войну? Для них это что-то где-то далекое, которое они не очень понимают, что происходит. То есть им в большей степени это неинтересно. Более того, что самое смешное в кавычках, это когда на митинных протестах больше всех к нам подходили со словами поддержки и так далее. Это либо люди из Якудзы, либо люди из таких правых эмпиристичных взглядов, а то их месседж будет «Правильно, правильно, Россия говно, вот Япония классная». А в целом большинство нет, большинство людей вообще не понимает, что-то где-то, кто-то там с кем-то что-то делает. То есть они, опять-таки, обычные люди, на это не переносят. В политике тоже эту тему особо не затрагивают. И чаще это, что вот какие-то непонятные, агрессивные люди взяли, напали на других людей, что-то у них там странное, ну их нафиг. То есть скорее вот такое общее отношение. И в целом, как бы, про Японию и их фашистское эмпиристичное прошлое, на мой взгляд, и потому что я читал, а я достаточно читал по этой теме, по крайней мере в западном мире есть консенсус, что в Японии, в отличие от той же Германии, не было переработки вот этого фашистского прошлого. И до сих пор, не знаю, 10 лет назад у них выходило в самих статьях, что там в газетах печатались люди с мнениями, что единственное, что может спасти Японию от экономического краха, это новая большая война, поэтому мы должны что-то такое сделать. То есть такие дискурсы у них, к сожалению, тоже есть. И даже вот когда я там был год назад, там люди обсуждали о том, что одна из горячих тем была отмена, то, что у них в Конституции записано, что у них не может быть своей армии, они активно обсуждают у братьевской институции эту штуку, потому что хотят, чтобы они тоже были мощной державой. То есть, к сожалению, там скорее в эту сторону больше. Надолго ли эта война? Мне кажется, что это война. Опять-таки, учитывая, что у меня, к сожалению, довольно пессимистические взгляды, что мне кажется, что поддержка Запада будет ослабевать. Опять-таки, на ноль она не сойдет, но будет ослабевать. Мне кажется, что в итоге все это будет, пока Путин жив, ну или остается у власти, но, на мой взгляд, это почти дождественно равно. Ну, либо пока каким-то биологическим причинам с ним что-то не произойдет, либо его свои же не снимут каким-то причинам. То есть, я не вижу пока возможности для другого разрешения войны. Ну, кроме того, что если Украина решит пойти на встречу, я надеюсь, что это они сделают. Но, опять-таки, это не мне решать. Но, как бы, если мы хотим, условно говоря, чтобы в это не вкладывать победу Украины или уж, по крайней мере, точно поражению Путину в этой войне, кроме как устранение в том или ином виде Путина, уход его от власти, я других вариантов не вижу, к сожалению. Возможно ли демократическое будущее России? Сейчас вообще в целом в мире кризис демократии, как мы видим, в той же Европе право-нациалистические партии приходят к власти и так далее. Сейчас очень много где проходит уход от глобализации. И что интересно, и леваки, и право-нациалистические группы обе сходятся на том, что глобализация – это плохо. И сейчас очень много движений в сторону от глобализации. Перспектив демократии в целом немножко страдают. И, мне кажется, в 90-х годах нас немножко профукали, в том плане, что, опять-таки, не то чтобы хочу считать, что их была ответственность, но, как бы, если бы Запад был больше заинтересован, чтобы в России была демократия, у нас было бы больше санкций, чтобы что-то хорошее произошло. Дальше, после окончания войны, там, не знаю, через год, через два или через пять это будет, я думаю, что Западу будет больше пофиг на то, демократия у нас или нет. И вариант изоляции России может им быть настолько же привлекательным, как попытка… То есть, изоляция России может быть более дешевый вариант, как обойтись с Россией, чем пытаться им, опять, там, демократию построить. Шансы демократии есть, но точно не стоит рассчитывать на Запад. То есть, это больше того, что… Если мы хотим, чтобы там была демократия, надо, чтобы после того, как какие-то смягчения будут, что те, кто считают, что они могут в этом участвовать, они должны туда прийти и это делать. Не стоит рассчитывать, что Запад будет в этом активно участвовать. Немцова убили, Навального убили. В стране низкая поддержка оппозиции. Что ждет Россию? Не согласуюсь, что низкая поддержка в России оппозиции, потому что это… Ну, и Кац и Шульман шутят, и я с ними в этом согласен, что ты подходишь к человеку и спрашиваешь, вы Путина поддерживать или в тюрьму хотите? И все отвечают, конечно, Путина поддерживают, что это хорошие данные о том, сколько людей поддерживает Путина. Даже, я уже забыл ее имя, мне плохо с именами, но вот лидера движения по возвращению мобилизованных домой, она высказ в поддержку Навального и против режима. Мне кажется, это тоже говорит о многом, потому что, мне кажется, она и люди вокруг нее, это вообще-то не про оппозицию, но теперь они считают себя оппозицией в какой-то степени, потому что они видят, как с ними общество считает. И, на мой взгляд, кстати, они одна из главных надежд на какие-то изменения, потому что это, во-первых, оппозиция, которую очень сложно запрещать, потому что их мужья на фронте, которые могут развернуться, если будет слишком жесткое подавление здесь. Плюс, ну, в целом, на самом деле, даже не только в русской или постсоветской, но вообще в христианской культуре протесты, организованные женщинами обычно гораздо больше силы имеет, потому что женщин гораздо сложнее дубинками бить просто то, что так в обществе принято. Поэтому я считаю, что там много еще надежды. Я помню, когда я вот приехал на те 8 дней в Россию, вот между Шри-Ланкой и Японией, когда вот как раз война только-только началась. Опять-таки, это может быть проекция, потому что для меня это был какой-то, ну, нереальный ужас. То есть у меня была очень тяжелая депрессия, и я, ну, то есть для меня это вот так. Каждый день тебе казалось, что ты проснулся, и, наверное, тебе снится. Ну, то есть при всех ужасах я не считал, что это что-то, то есть вкладывается в мою картину мира, потому что не казалось, что у меня достаточно стройная картина мира. Произошло что-то, что вообще полностью противоречит всему, что я как бы думал возможным. Вот, и я помню, что... Ну, вот я сидел с другом в Шоколаднице, и у меня за спиной кто-то вот рассказывал всю эту историю про то, что вот правильно, что начали войну, что там одни нацисты, фашисты и так далее, и вот что там мы за дедов, там надо вот это вот все делать. Вот, и как бы я с ним в конфликт вступать как бы не планировал, но выходя из Шоколаднице, я просто в глаза посмотрел, и я увидел, опять-таки, может, это проекция, но я увидел, как будто вот человек с такими пустыми, выжженными глазами, и он просто вот несет, что в нему просто из страха, из ужаса от происходящего, без возможности как-то отрефлексировать, как-то отреагировать и так далее, вот что ему влили из телевизора, то и происходит. То есть у него вот выжег себя изнутри, и вот просто вот как сосуд, вот что ему как бы льется из телевизора, то и выходит. А он там где-то внутри закрыт от этого и старается с этим не взаимодействовать, потому что страшно, ну и непонятно, что делать, проще вот так. Вот. Поэтому я не верю, честно говоря, в воодушевление людей по поводу войны в России. Я думаю, что это, ну, это слабость и, ну, нищета в том числе, духовная нищета в каком-то смысле. О чем мечтаете? Ну, я, честно говоря, опять-таки, у меня, я даже когда из России уезжал, у меня вообще не было никаких желаний туда возвращаться еще чего-то сейчас. Сейчас я, если тому времени, когда я вот свой PHD закончу, который где-то там через 5-6 лет будет, если у меня будет возможность пойти, приехать в Россию и пытаться там восстанавливать там гуманитарно-академические, социально-научные вот эти все штуки, и если я, конечно, кому-то там буду в этом нужен, и если там будет среда, которая готова, чтобы с ней что-то делали, восстанавливали, я вот, я скорее всего, хочу это сделать, потому что я считаю, что кризис гуманитарных наук очень сильно ответственен за все, что происходило, потому что все нулевые, конец 90-х, у нас активно все развивалась экономика и там технические науки, а гуманитарные науки у нас все в очень плохом состоянии, в итоге люди у нас научились зарабатывать деньги, решать задачи и все что-то делать, и для многих эти скиллы оказались transferable, когда они уехали в другие страны, тоже смогли найти нормальные работы, а гуманитарный дискурс про то, как участвовать в политическом, про то, как должно быть устроить новое общество, гуманистические ценности, постгуманистические ценности вообще, ну, то есть все вот эти дискурсы, они, ну, как бы, они совершенно отсутствовали, то есть там какие-то, опять-таки, на уровне активистов, у того же ЛГБТ-активизма, там есть классные ребята с классными идеями, и что как делать, но в академии вообще, ну, то есть, джендер-стадис представить себе в русском университете даже пять лет назад или три года назад практически невозможно, там вышки что-то пытались, но очень мало, опять-таки, джендер всего лишь как пример привел, на самом деле, очень много всего такого есть, и было бы классно пытаться там восстановить. Что нужно делать, чтобы Россия стала демократической страной? Сейчас главное убрать Путин, как бы плохо это не звучало, и, ну, я уверен, что даже если, при всей моей нелюбви к нему, даже если Собянин станет президентом, то шансы на демократизацию в разы, в разы, в разы увеличиваются, потому что люди, которые хотят зарабатывать денег, деньги это уже сильно лучше, чем ГБшники власти, вот, хотя тоже не идеально к чему стремиться, вот, а так, ну, я действительно считаю, что возрождение гуманитарных наук, гуманитарных дискурсов, истории, истории не той, которую нас имперской в Советском Союзе учили, а мировой истории, сейчас, вот, например, в исторической науке, и на Западе, и не только доминирующие, про то, что вообще-то история, это должна быть не про королей, и, там, всяких лордов и вельмож, а про то, как люди вообще-то жили, и, ну, в нашей школе такой истории не учили, мы же учили про, вот, всех великих, вот, и, в принципе, на Западе до последних, там, лет 50, тоже все всегда учили историю великих, вот, а это как раз очень имперский такой подход, и, ну, вот, учить историю, как люди жили, какие были проблемы, и как, и что вообще-то могло происходить, чтобы жизнь людей улучшалась, вот, изучать такие вещи, мне кажется, что, на самом деле, и людям должно зайти, потому что, ну, донести до людей, что они должны волноваться не за батюшку царя, а за себя, вот, и за людей вокруг себя, и что это тоже ценно. Вот такие идеи донести до людей тоже не помешало бы.